Блин, я не знаю, сейчас заплачу просто. Я расстроился просто до безумия на самом деле. Когда-то однозначно ты совершишь ошибку. Ну, собственно, это случилось. Ребятки, всем огромнейший привет. Вы, как всегда, на канале Семя на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе, как говорит Тёмка. Мы приехали в замечательное место погулять. Я очень надеюсь, что у нас это получится сделать. Мирончик, к сожалению, не поспал, да, сынок? Поэтому не знаю, как получится. Называется это Голубая бездна. Мы здесь вообще впервые сейчас будем сами изучать этот маршрут. Вам все показывать, рассказывать. Полетаем на дроне, послушаем пение птичек. В общем, все самые лучшие кадры. Погнали. Первое, конечно, с чего хочу начать, это с неприятного. Это с мусора. Его здесь, ну, я бы сказал, на самом деле, по меркам леса его здесь немного. Видимо, его вывозят, но все равно, птицы подлетают, вот это вот все разбрасывают. Потом ветер все уносит в море. Посмотрите, какой шикарнейший сосновый лес. Здесь воздух, я даже, ну, я не могу описать, какой здесь воздух. Ведут какие-то тропы. Есть типа мини-парковочка. Мы вообще припарковались вот так. Сейчас наша задача перелить пятилитровую бутылку, значит, в маленькую. Берем с собой газовую горелочку. Взяли с собой чаечек, чтобы там попить, посидеть, отдохнуть. Удастся ли нам, посмотрим. Мы начали свой путь, и, посмотрите, мы даже это делаем с колясочкой. Положили туда Миронечка. Здесь такой спуск, вон там виднеется морюшко. Дорога широкая. Наверное, сюда кто-то и заезжает на машине, конечно, открывая шлагбаум. Но не мы. Но пока хорошая дорога. Я не знаю, как она будет дальше, что мы будем делать с коляской. Возможно, получится, как в горячем ключе. Нет, все, видишь, он не хочет ехать. Не хочешь ехать? Что мы взяли с собой коляску, потом я побежал, ее положил. В итоге мы поняли, что можно с коляской. Я опять побежал, ее взял. Вот. И получился, короче, полный прикол. На самом деле уже пора купить просто рюкзак. Который мы собираемся встроить. Да. Мы что-то с этим переездом не купили. Вот только руки дошли недавно до стульчика. Вот. Взяли в том выпуске, показывали, что за стульчик мы купили. Ну и, соответственно, сейчас тоже руки дойдут обязательно до рюкзака. У нас вот вчера не было дождя. Я, конечно, не знаю, как в этой части, возможно, и был. Но земелька, она мокроватая. Так, я вообще не знаю, куда нам идти. Так, и вот спуск. Пара-пара-пам. Ладно, сейчас еще будем пытаться открыть какую-то карту и посмотреть. Пошли мы, значит, не налево, а прямо. Вроде по карте. Так, я надеюсь, что мы идем правильно. Навстречу там сейчас людям. Встретились мы, ничего не спросили. Но я думаю, что правильно. Какой прекрасный здесь лес. Перед нами гора. Видите, возможно, нам даже туда идти. О, там вообще какая-то постройка. Вроде, Настя говорит, здесь какой-то кемпинг был. Был, да? Заброшенный. Ну, вроде, да. Я не знаю, работаю, чтобы было, что-то знаю. Ага. Ну да, что-то есть. Ну, дорога такая вот тут, накатанная. То есть, был бы шлагбаум открыт, можно было бы вообще смело заезжать. Красотища. Вот, видите, за моей спиной, про что, собственно, я говорил. Здесь, видимо, что-то находится. Концессии, что-то там, в водоснабжении Геленджика. Возможно, здесь воду качают. Вот, поэтому кто-то проезжает. Двигаемся дальше. Ну, сколько мы, 5 минут идем примерно? Давай засекем. Давай. Ну, во сколько там подачки нельзя заходить? Как понять, сколько? С детей, если не пазом. С коляской, да? Да, от парковки. Так, ну давайте, вот, в 11.20 мы вышли. Посмотрим, за сколько дойдем. Темночка, ты с краю отходи, пожалуйста, ладно? Я не могу обрыв внизу. Да, обрыв, на самом деле, серьезный. И это очень страшно. И папа, и папа, и папа. Видите, как? Если отступиться, улететь, будет неприятно. Конечно, растет много деревьев, так говорится. Будет определенный стопор, но будет очень неприятно. Смотрите, такие огромные старинные сосны. Пицунские сосны, которые донесены в Красную Криву. Вот так вот. Пицунская сосна. А может быть, в Пицунде геленджикская сосна? Почему это Пицунские? Надо загрузить. Так, вообще, интересный вот здесь подъем. Я бы туда... Спасибо, но шикковато, что они скалываются тут и как будто уходят на тебя. Ну да, вон корневая система уже вся повылазила. Да. И кажется, что в любой момент можно просто выплачнуть. Ага. И это будет очень страшно. Видите, такая шикса, такой подъем. Думаю, туда бы забраться и посмотреть, что там у нас мальчишки идут. И тут хлопс, еще дорога вот направо уходит. И на самом деле не совсем понятно, куда надо топать. Ну, я думаю, вон там просвет есть, там, где-то, наверное, есть какой-то здесь. Ну, наверное, да, идем. Просто на самом деле вот пока дорога вообще отличная. То есть здесь можно смело разъезжаться двум машинам, еще и припарковаться. Но отлично на самом деле, что перекрыли, потому что машины загазованы здесь, не нужна. Здесь такой невероятный запах от этих всех деревьев. Ну да, кстати, вон нам идут люди навстречу. Можно у них, кстати, даже что-то будет еще и спросить. Высоченные сосны. Шикарный запах постоянно перебегает нам дорогу птички. И это шикарное наслаждение с утра прогуляться в таком великолепном месте. Хочу вам показать дерево. Смотрите, как его загнуло. Интересно, почему у него такой сгиб. Артемка, смотрите, какое дерево. Артем. Смотрите. Просто. Смотри, какое дерево. Прикольное? Прикольно. Ну? Ни разу такого не видел. Я тоже. Ну, по крайней мере, я не помню. Ладно, двигаться будем дальше. Здесь, кстати, очень много и маленьких новых сосен. Вот они растут. Видите? Маленькие-маленькие совершенно. То есть здесь через сколько-то лет будет прям еще мощнее, плотнее сосновый лес. Это, конечно, очень здорово. Вот люди уходят. Видите? Сели отдыхать. А дальше я, кстати, вижу, что есть еще шлагбаум. Вон он вдалеке нам виднеется. Сейчас до него дойдем и посмотрим. Но он открыт. Я говорю Славе, что я сейчас вдыхаю. И вот этот запах детства, сосны, да, в Забайкале есть сосновые вот эти леса. Я выросла просто рядом с лесом. У нас район был на окраине. И с папой часто в лес ходили. И я говорю, у меня такая эйфория, счастье внутри. Это их запахов, ароматов, свежести. Вообще вот прям удовольствие. Это не сравнится с пыльными городами нашими, конечно. Ну, ни в коем случае сравнивать нельзя даже. Конечно. Просто многие люди, которые уже живут долго в Геленджике, они в других природных городах, они потеряли уже эту ценность. Для них это обыденность, для них это привычно. А что такого? Ну лес да лес, господи. До моря, до моря. Горы, до горы. А вообще нужно менять картинку, чтобы ценить и понимать. Хочу вам показать одну табличку, которая здесь висит. Давайте, смотрите. Будет, не будет. Я вам прочитаю. Особо охраняемая водоохранная территория. Установка палаток, разведение костров, курение, выброс мусора. Строго запрещено. Администрация. На самом деле, сколько идем. Вот мусора здесь я не увидел. Единственное, увидел два колеса. Вот прямо сейчас вам покажу. Покажу вам норку. Смотрите, нора чья-то. И вот. Артемка, идите, смотрите, какая нора. Видите? Кто там живет, я не знаю. Змеи, мне кажется. Вот, видишь? Пап, ну это змеи там, змеи. А, ничего себе. Это что такое колючее? Это что за дерево? Она мне же ботинок проколола, посмотрите. Вон он. Ну, будь осторожен. Ничего себе. Как больно-то было. Ау. А вот про покрышки, которые я вам говорил. Вот они, две штуки. Ну, я думаю, что это явно не туристы сюда их привезли. Но они есть. Это, знаете, какие? Вот как на дно бросают, устанавливают. Оп, оп, смотри, кто-то бежит там. Кто? А я не знаю. А, ящерица. Ага. Они, видите, залиты бетоном? Где ящерица? Не знаю, как их сюда доперли, конечно. Мам, ну где ящерица? Она куда-то вот сюда убежала, Артём. Но ты её уже не увидишь, потому что она аж спряталась. Вот мы идём прямо, а вот здесь, смотрите, есть спуск такой резкий вниз. Я не знаю, какие тропы куда ведут, но на деревьях на некоторых я видел такие пометки. Вначале была такая зелёная пометка, а здесь я видел красно-жёлтую пометку. Сейчас я вам покажу. Где-то я тут её видел. Сейчас немножко даже вернусь. Вот, я почему-то с другой стороны искал. Вот, видите, красно-жёлтая. Не знаю, что они значат. Их не так-то много. Сбиться, в принципе, с маршрута, я думаю, что здесь не получится. Вот идём, получается, по самой широкой дороге. Я тут вот сейчас пока возвращался, там увидел, тоже идут люди, тоже идут с ребёнком. Я думаю, что здесь абсолютно нормально гулять с детьми. Ну, собственно, мы вот идём, проверяем. И даже с нашей коляской, которая не такая уж и проходимая по каким-то камням и буграм. Это место, собственно, находится недалеко от Геленджика и совсем близко от Дивноморского. Вы видели, когда вот мы заезжали, да, кадр, что табличка висит, Дивноморская. Так что обязательно приезжайте. Так, смотрите. Идём, значит, оттуда. У нас уходит тропа. Уходила вот туда. Судя, как на пляж Голубая бездна. Дальше идёт дальше тропа. По карте вообще непонятно, куда нас всё это приведёт. И есть вот такая вот тонкая тропа. И я вообще думаю, что нужно рискнуть и пойти на неё. Что будем делать? На неё пойдём? Пойдём, пойдём, пойдём. Так, мы спускаемся. Видите, по такому спуску. Коляска с нами. Детки с нами. Я не знаю, мы похожи на каких-то дурачков. Оп-оп, ящерицы ползают повсюду. О, как припекает. Почувствовала сразу? Кайф, кайф, кайф. И вот так вот, смотрите, сквозь сосны. Вот опять две тропы. Налево и направо. Вообще непонятно на самом деле, куда. Да, я вижу впереди у нас, вон он, Геленджи. Открываются виды. Ну, сейчас посмотрим. Вот они новенькие сосонки. Красота. А вот они старинные. Так, смотрите, по какой узенькой просто пробираемся. Я надеюсь, крещи ещё не проснулись. Ой, посмотрите, как узко. Просто такой коридор из новых, новых, свеженьких, молоденьких сосен. Вау, вау, вау. Как сказка какая-то волшебная, да? Вообще красота. Ну, а что там дорога не закончилась, Лавян, аккуратно. Да. Так. Идём дальше. Ну да, там на самом деле вот впереди уже обрывы. Видимо, все тропы, которые там есть, это каждая тропа идёт к своему какому-то определённому обрыву. Я думаю, что можно по каждой тропе гулять и, собственно, каждую тропу изучать. Вот оно, бескрайнее море. Какая красота, ребятки. Уууу, вообще. Вот тут вот бы поставить палаточку. Красота. Ну всё, давайте я сейчас коляску поставлю на стоп. Да, тут чисто. Спасибо всем, кто уносит этот мусор за собой. Так, к обрыву не подходим. К обрыву не подходим. Стойте там, ребята. Слушайте, слушайте, слушайте. Не-не-не, я сейчас вам покажу цвет моря, вы просто обалдеете. Но чтобы его правильно показать, я пройдусь вон туда, потому что здесь его не совсем... Вот что творится, о, бля. Детей не подпускайте. Какая красота, ребята. Артем, пап, скажи, пожалуйста, мальчишка. Тем более, бежать. Вот тут стойте, вот тут с папой, с мамой. Не подходите близко. Друзья, а вот он уже, вот он уже. Я немножко запалил. Погнали. Смотрите, что я сейчас вам покажу, ребята. Вы готовы? Тогда побежали. Это невероятно. Я подошел сюда к обрыву. У меня просто сердце в пятки ушло. Вот так вот за дерево. Я не верю своим глазам. Это просто нереально. Какая красота. Ребят, я цвет моря. Это лучшее, что могло с нами случиться за последние дни. Это невероятно. Сейчас я сюда приведу детей. Там Настенька с ними одна стоит. И, естественно, покажу тоже их эмоции. Вот такая красотища. То есть, я так понимаю, что каждая тропа ведет к какому-то определенному обрыву. Но на самом деле, мне лично, я там в других местах не был, но вот эта локация, вот эти два дерева, это просто невероятно. Такой кайф. Очень страшно, очень опасно, конечно, подходить к самому краю. Делать это не нужно. Если подходите, то обязательно смотрите под ноги, потому что торчат вот такие вот корни, об которые можно запнуться. И не дай бог. О, скалы невероятнейшие. Вон там дальше еще пойдут обрывы. Сейчас дойду, обязательно вам покажу, что там. Просто, просто невероятные красоты. Вообще. Такая красотища. Ой, так страшно подходить на самом деле. Так, давайте вместе смотреть. Сосна, видите, прямо вот так вот с края прям стоит. О, здесь какой-то гвоздь. Огромнейший. Красоты нереальные, ребятки. Кто будет в этих краях обязательно к посещению, к такому походу. Здесь, конечно, можно еще спуститься на пляж. Дикие пляжи. Посмотрите, какие здесь виды. Ну, вот это, наверное, и есть голубая бездна. Вот здесь вот все и фотографируются. Вот рельеф великолепный. Невероятно. Наш маленький путешественник уснул. Идем уже чуть дальше. Мы, значит, прошли. Идем, так сказать, на другой ракурс. Вот отсюда открываются уже, на самом деле, другие виды. Просто невероятно, ребятки. Обалдеть. Какой цвет воды, вы только посмотрите. Это невероятно. Эти сосны растущие, скал. Какая красотища. Обалдеть. Я не знаю. У меня нет слов, чтобы писать эту красоту. Это обязательно нужно просто приезжать И смотреть своими глазами. Я такого цвета по море не видел никогда. Красотища. Насенька. Детки наши. Друзья, это невероятно. Я такой получаю сейчас заряд. Такой нереальный кайф. Такие ощущения в моей голове. Что просто невероятно. И самое, что крутое, ребята, Что сюда можно отправиться даже с маленьким ребенком. И даже на колясочке, понимаете? Нереальничная красота. Обалдеть. Я думаю, что туда однозначно можно спуститься. Вопрос только... Вроде говорят, как сложный. Нет, нет. Сложный не сложный. Ай, чуметь. Вот это красота, да, Насен? Да. Топ. Это просто место топа. Это было место в моем топе. Это ощущение. И еще, я не знаю, года три, наверное, знаешь, я. Все равно не доехать туда в эти края. И вот всему свое время, ребят. Всему свое время. Да, поэтому не зацикливайтесь на одном месте. И на детях. Да. С детьми можно. Да. Да, нужно просто мечтать. И когда-то вот... Я сколько раз, я помню, я хотела жить на Краснодаре. Блин, ну как-то сюда не приехали, не жить, а погулять. И так не получится. А потом мы там прожили четыре месяца и все, излазили, да? Да. И было классно. И вот так же вот просто здесь оказаться такое прям... Безумие какое-то вообще. Безумие, мечта была. И сейчас не веришь в твоих глазах, когда это будет классно. Двигаемся дальше, наслаждаясь этой красотой. И вот я на дереве, смотрите, увидел еще краску эту, видите? Здесь уже как бы более отчетливый. И еще есть вон на том дереве. Собственно, мы и идем туда. Дорожка одна уходит, видите, туда налево. Это вот как раз, видимо, на ту основную тропу, как мне кажется. Но мы пойдем немножко по указателям. Все-таки погуляем. Единственное, что мы очень сильно затупили, это мы не взяли с собой еду. Взяли с собой горелочку, водичку, чай. А бутерброды никакие не взяли. Просто мы провокли обедать в другое время. Да, думали, что... Воздух и начинают там кумарить. А на свежем воздухе хочется какой-нибудь чай с булочкой попить. Надо было булочки. В следующий раз возьмем. Сегодня просто чай. Смотрите, какой лес. Какой здесь кайф. Обязательно сюда приезжайте, обязательно здесь... И гуляйте. Только еду с собой пейте. Ну да. Что-нибудь перекусить и мусор с тобой забирайте. Ну и даже вот с колясочками все здесь нормально. Хорошо ходить. Не парк, конечно, но тем не менее. Комфортно. Ну да, да. Грязи-то нет такой необходимо. Так, смотрите. Я тут увидел спуск. Там даже уже разглядел табличку. Но мы с коляской вот сюда вот ниже уже не пройдем. Поэтому я сейчас своих ненадолго... Что? Без коляски можно? Не, без коляски-то без проблем. Просто мы с коляской. Мирончик спит. Мы спустимся. Точнее, я один сейчас спускаюсь. Вместе с вами. Меня просто возмутил еще вот этот вот эффект. Вообще здесь видите, как ступеньками. Хоп, хоп. Корневая такая система. Но вот тут вот, вот тут скользко, конечно. Сейчас будем за что-то держаться, не знаю. После Рио уже никакие спуски не страшны, как говорится. Вот, меня возмутили вот эти вот веревки. Везде натянутые. Не пойму зачем и не пойму для чего. Либо сверху, когда кто-то падает, чтобы за них цепляться. Не знаю. Но вот табличка. Тропа к морю. Видите? Вот, собственно, не знаю, насколько она сложная. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте-ка. Ноги выскользнули. Ноги выскользнули. Знаете, почему выскользнули? Потому что здесь вот эти вот камушки. И нога, конечно, едет. Ну и плюс еще кроссовки. Они же не трекинговые, не специализированные. А здесь, да, вот, видите? Чтобы туда, видимо, не свалиться. Вот так было когда-то натянуто. Туда море по тропе. Опасный обрыв. Так, еще можно даже чуть-чуть туда пройти. Но здесь прям такие, видите, яркие предупреждения, что обрывы, обрывы. Аккуратно. Ух, ничего себе. Вот это его перевернуло. Ой, как страшно-то, а? Ничего себе. Это значит, здесь вот так вот шалят ветра. Да. Красотища. Вот мои. О, видите, какой перепад высоты. Я дальше вижу еще табличку. Она упала, бедненькая. Спуск к морю. Вот. Видите? Табличка. Море. Ну, то есть, получается, если без коляски, то можно спокойно, в принципе, взять Мирончика на руки и спускаться. Но в любом случае, если вы будете это делать, нужно быть предельно внимательным, потому что здесь ничего не оборудовано. Здесь дикие места. Не знаю, возможно, он проснется, мы туда спустимся. Но это не точно пойду к своим. Сейчас нужно немножко попить чай, согреться. Хочу понять, как оно, как туда тропа уходит. Ну, ладно, ну, туда, по крайней мере, люди уходили, мы видели. Вот. А я пойду своих поить горячим чаем. Спускаться, конечно, всегда проще. Ну, отчасти, да, если не прям сильный спуск, когда у тебя ноги улетают. Но подниматься всегда тяжело. Но посмотрите, как я иду на мои ноги, насколько они вот просто на носочках, и нужно прям толкаться. Не знаю, как там оценивают люди походы, когда говорят средний уровень, легкий уровень. Мне кажется, это, ну, точно не легкий. Фух, все, я добрался. Смотрите. Вот мои одышки нереальные, и ноги, прям, подниматься жесть. Ноги забились нереально. Вот сидим вот с таким прекрасным видом. Пьем чаечек, Мирончик спит. И кайфуем, конечно, от этого вида. А детвора нашего дома шишки собирает. Попробуй. Попробуй. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Здесь же дрон не поддавался никаким командам, вообще никаким. Как будто бы он просто здесь словил какую-то заглушку. Да уж, я не знаю. Сейчас буду дома уже выяснять, сколько будет стоить ремонт. Но я думаю, что возможно его в любом случае починить. Вопрос, чинят ли в Геленджике и сколько это будет стоить. Ну и в ближайшее время теперь выпуски будут без вот этих вот замечательных кадров с воздуха. Ну сейчас, как говорится, хоть что-то я вам снял, показал ценой. И, к сожалению, такой. Иногда природа забирает вещи. Да, природа забирает. У нас не первая потеря за всё время. Поснимал, поснимал, расплатить. Вот так вот. Ладно, это главное, как говорится, не жизни, да? Да, главное, не жизни. С вещами забираются. Да, это всё мелочи. Ну ладно. У нас решено вселенной все вещи забрать. Обновиться. Мы должны просто обновиться, Настяка. Это наша перезагрузка. Нам бы на взамен что-то уже давали, блин, финансово. Ну да, чтобы мы могли что-то покупать, да, другое? Буду с вами прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите этот выпуск, потому что он, ну, такой красивый, но с немножко печальной концовкой для меня и для моей птицы. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!